Я считаю, что это безумие, потому что даже если верить версии обвинения и считать, что Синцов вместе с Кольченко, Афанасием и Чирнием участвовал в подготовке взрыва памятнику Ленину, который не получился, ну и там еще офис Единой России, русской общины в Крыму с ущербом на 30 тысяч рублей, то это трудно квалифицировать как теракты, потому что при них не только никто не пострадал, но и не должен был пострадать. Россия аннексировала Крым, мир с этой аннексией не согласен. Мне лично глубоко стыдно, что моя страна оказывает людей на 20 лет за то, что они, не угрожая человеческим жизням, оставались патриотами Украины. Кремль будет, видимо, торговать Синцовым как заложником, точно так же, как Кохвером и Савченко. Это то, что Кремль понимает под международной политикой торговли заложниками. Поскольку другие государства понимают международную политику иначе, договориться будет трудно, потому что другие государства считают, что заложниками торгуют террористы, а не цивилизованные государства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова